Здравствуйте! Это программа «Репортер» и Алексей Коноплёв. Сохраняем бодрость духа, несмотря на проливной дождь, потому что синоптики все же обещают нам бабье лето. Ну а пока спешу вас порадовать нашими историями, самые интересные люди города и события, которые, возможно, прошли мимо вас в нашем итоговом выпуске. Натворили делов, сотрудники полиции искали нетрезвых водителей и нашли. Репортер провел ночь с активистами ночного патруля и узнал, кто и чем отличился. Седина в голову, бит в ребро. В Самаре закончился второй межрегиональный танцевальный конкурс среди пенсионеров. Как в 50 найти идеальную партнершу и как вырасти в детей и внуков услышать заветное «Вы в танцах». Поднимите голову, самарский пенсионер собрал два телескопа и построил специально для них обсерваторию. Почему бывший директор крупной компании решил завести роман со звездами и почему жена запрещает ему подниматься в небо? Самарские инспекторы ДПС на этих выходных приняли участие в рейде. Найди, догони и задержи. Отрицательными персонажами ночного шоу выступили водители. Кто кого водитель этого грузового автомобиля решает сделать на улице, перестановку пытается сдвинуть с места хотя бы на пару сантиметров. Бетонный столб не по фэншу и он здесь стоит. Тяга к прекрасному у водителя просыпается в ночь субботы на воскресенье. Позже выяснится, он решится раскрыть свой творческий потенциал после того, как хорошо посидит с друзьями. По пути домой он поймет, что весь мир его и дорога тоже. Окрыленный, смелый на улице Старый Загор он вылетит навстречу и заденет автомобиль частного охранного предприятия. А вы сегодня выпивали? Да. То есть вы это осознаете, да, то, что выпивали? Согласны с тем, что вы? Я согласен. Сами-то не пострадали? Меня только побили. После столкновения водитель грузового автомобиля протаранил бетонный столб, собрался с мыслями, выскочил из машины и попытался как мог бежать. Но сотрудники охранного предприятия оказались быстрее. Применел наручники, поймал, заказал наручники, без креста. То есть он хотел скрываться, да? Хотел скрываться. А он говорит, что придумали. Ну, он в нетрезвом состоянии, да, насколько? Да. Подробности этого знакомства будут выяснять сотрудники дорожно-патрульной службы. Практически в то же время, только на другом конце города полицейские приняли на рассмотрение еще одно дело о беглеце. Дорожно-транспортное происшествие произошло практически под носом одного из главных ведомств области напротив управления госавтоинспекции. Иномарка, врезавшись в отечественную легковушку, отлетела в здание. Предполагаемый виновник ДТП решил сделать вид, что ничего не произошло и поспешил ориентироваться. Его задержали очевидцы аварии до приезда экипажа ДПС. Потом вопросы уже возникли у сотрудников в форме. Покажи мне. В графе вот пройти медицинское отследствие, значит, пишет слово «не согласен». Пока с водителем иномарки вели беседу сотрудники правопорядка, на месте ДТП появился брат шофера. Семейные узы, видимо, дали о себе знать, и ноги сами привели его. Позже у полицейских возникнет вопрос. В момент аварии в машине мог быть и этот молодой человек. Я просто в рог баре отдыхал, мне позвонили. А что тоже у вас на этом? Асфальтная болезнь. Водитель иномарки в ближайшее время будет расплачиваться с долгами. Ему предстоит выплатить штраф и компенсацию за повреждение здания. Герой нашего следующего сюжета тоже умеет развлекаться, к счастью, не такими методами. Бабушка рядышком с дедушкой. В Самаре с размахом завершился второй межрегиональный фестиваль-конкурс по бальным, народным и эстрадным танцам среди ветеранов «Самарские сезоны-2016». На сцене ДК имени Литвинова танцоры со всей страны почти час доказывали, что свою минуту славы каждый может получить даже на пенсии. Репортер побывал на танцевальном рейве для тех, кому за 50 разузнал, какие стили и направления в тренде у ветеранов и выяснил, о чем они после выхода на сцену уже никогда не будут жалеть. Ножка в сторону, юбочка по ветру, мейкапы наряды, берегись, подиум на сцене обворожительные, утонченные и очень амбициозные. Им всегда 18, пусть даже с хвостиком и пенсионным удостоверением. Среди участников смотра конкурса «Самарские сезоны-2016» исключительно те, кто свою трудовую книжку уже давно забросил на антресоли. Профессию всей жизни они только начинают осваивать. И пока 20-летние такое только мечтают, они доказывают, чтобы попасть в танцы, нужно всего-навсего стать бабушками и дедушками. С детьми управлять легче, чем с ними. Каждый, потому что по-взрослому имеет свое «я». И нужно как-то находить общий язык с каждым. Индивидуально. Вот эти мне всю жизнь хотелось танцевать, но так сложилось, что только вот, когда на пенсию вышла, тогда удалось притворить свое желание в жизни. А я вообще не самарская, я похвестивская. Но приехала сюда понянчить внуков, увлекли танцы и занимаюсь здесь 3-4 года. Разговорившись с репортером, бабушка Надежды не сдерживается и раскрывает секреты. К танцам она 43 года неровно дышала. Но после школы увлечения сценой пришлось забросить. Надя усердно работала, воспитала трех детей, а потом выненчила и несколько внуков. И вот теперь Надежды, Надежды наконец оправдались. Ее звезда сияет на сцене. В целом созвездие таких же не по годам молодых и не по возрасту грациозных. Наша пара сложилась, мы танцуем третий год всего, в общем-то. Ну, начали мы небольшие там латиноамериканские танцы, сейчас у нас уже где-то порядка восьми танцев. Дело в том, что мне очень хотелось танцевать на высоком уровне. И это единственная женщина, красавица и партнерша, которая может танцевать на этом уровне. Вот. И я никогда так не танцевал, как сейчас. И никогда у меня не было такой партнерши. Если бы не рвение, Анатолий до сцены добрался бы только в роли инженера и осветителя. Выпускник московского технаря уже после вуза решил, что он просто обязан приобщиться к высокой культуре. На раз, два, три, четыре. Встал, пошел и завальсировал. Теперь и сам преподает. А в тандеме с партнершей пируэты на зависть всем молодым выделывает. В их репертуаре латино, стандарт, вальс, американские танцы и еще с десяток направлений. А для пенсии даже это далеко не предел мечтаний. Как сказал Марк Твен еще в свое время, что в старости мы будем жалеть только о двух вещах. Что мало любили и мало путешествовали. И значит, я мечтаю, я купил один журнал про винские балы. Что там, оказывается, не только вип-персоны танцуют, а там очень много балов. И вот я своих заражаю, значит, давайте, говорю, венский вальс выучим и поедем в Вену. Тем более у нас один мужчина, тоже солист, ему вот 1 октября 80 лет исполняется. Вот он с нами танцует. И у него сын живет в Вене. И вот он приехал к нему сейчас в гости на юбилей. И я ему тоже говорю, мы встретились, я говорю, хотим к вам в Вену попасть. Вот у меня такая мечта. И вот прям вот мне кажется, мы ее существуем. Я работаю третий год, и я вижу результат, понимаете. Если это было вначале более упрощенный вариант, то теперь мы можем что-то сложное танцевать. Руководители танцевальных коллективов, где всем немного за 18, тоже те еще рекордсмены. Они в свои годы еще и не то станцуют за плечами десятки лет танцевального стажа. Теперь на счету сотни пенсионеров, которых они вытянули с грядок, лавочек и поликлиник. И поставили прямо под свет софитов. Это получается направление в жизнь. То есть именно танец, именно то, что они выступают, именно то, что они показывают себя, что они ездят, это мотивация для жизни. А главное – здоровье. А главное. Ради здоровья. Ну, на самом деле, вот эти все давления и роли в составе, они как, потому что у нас там вот прекрасный руководитель, она нам танцы ставит. Иногда первый раз, когда слышу мозгу, мы не успеем, мы не сможем, да, как в контакт. А потом все, все нормально, все нормально. А вот мужчин, 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 мужчин. И ради нее уже после окончания самарских сезонов многие коллективы отправятся гастролировать дальше по всей стране. Планов у этих танцоров столько, что еще на одну жизнь хватит. Но они обещают, что успеют осуществить все уже в этой. А как только график позволит, обязательно научат танцевать и своих внуков. Ну, а теперь поговорим об астрономии. В школьную программу хотят вернуть этот предмет. Смотреть на звезды сейчас становится модным, и взрослые все чаще объединяются в любительские клубы астрономов. Ну, а самарский пенсионер пошел еще дальше. Он не стал никого ждать и построил собственную обсерваторию. О звездах, о жизни на Земле и о том, чего так не хватает в Самаре. История взрослого мечтателя. Неторопливо прижимая мокрую осеннюю листву, он идет, оставляя еле заметные следы. Свой самый большой след Василий Горбенко оставит в истории неба и одного города. Перебирая в руках ключи от собственных миров, он заходит в дом, поднимается на второй этаж. Здесь его давно ждут и уже, кажется, соскучились по его глазам. На полу огромная установка телескоп собственного производства. Это телескоп системы Гьютон. Яльтер главного зеркала 200 миллиметров. В 1964 году руководитель крупной компании Василий Горбенко попадает в Сталинград на выставку рационализаторов-изобретателей. Случайно оказывается в планетарии. Там он впервые увидит через телескоп Юпитер с его спутниками. Удивится, восхитится и влюбится в астрономию на всю жизнь. Сейчас распространено, я в интернет зайду, я все увижу. Но все это не то. Когда вы смотрите натурально и получаете тот фотон, который миллиарды, миллионы лет шел, допустим, от Андромеды, от галактики Андромеды, и он попадает в ваш глаз. Именно этот фотон. А не просто вот с экрана компьютера, ноутбука. И вот это впечатление, вот и впервые меня поразило то, что мы все знаем нашу галактику Млечный Путь. Но тогда, когда вы посмотрите в телескоп, особенно вот в мой мощный, он до 14 величины дает звезду, можно видеть, там такая бездна звезд, и такой провал изумительный, что вы не можете оторваться. Все началось с обычной трубы увеличением 30 и 60, но этого пытливому Василию Михайловичу вскоре стало не хватать. В гараже он сделал станок для того, чтобы шлифовать зеркала, и все почти получилось. В последний момент, когда надо было сделать центральное отверстие, чтобы развернуть зеркало назад, все посыпалось. Астроном с хваткой руководителя тут же придумал решение проблемы, нашел зеркало нужного диаметра в столице и, наконец-то, собрал конструкцию, которая приблизила его к звездам. Для него открылся весь Млечный Путь. Самые красивые созвездия Андромеды и Ориона. Там конская голова, и есть угольный мешок. Вот чернота. Вот такой черноты вы нигде никогда не увидите. Только в телескоп можно посмотреть вот на эту гигантскую облачность, и конская голова, вот эта чернота, она завораживающая, вас прямо туда так и втягивает. Вот какое-то мое душевное... Я чувствую душевное равновесие, когда я наблюдаю. Руководитель, изобретатель и великий фантазер на этом не остановился. Василий Горбенко все-таки решил отправиться в небо. Он стал проектировать аэросанин, но в дело вмешалась супруга. Она говорит, ради бога, занимайся этим, только геструй самолет. Поэтому я не стал делать самолет, хотя у меня очень прекрасные были эскизы летающих аппаратов. В воздух мечтателя Василия Горбенко не пускают по ряду причин, но он и на Земле себе найдет миллион дел. Астроном в перерывах между наблюдениями доделывает глобус звездного неба. 88 созвездий и тысячи звезд. Есть на каждой созвездии мифы, поэтому я решил изобразить натуральный. Есть номер кит, значит, кит, андромеда, значит, вот сидит андромеда с цветочком. Василий Горбенко предлагает репортеру увидеть его самый зоркий глаз. Для этого гигантского телескопа астроном специально построил обсерваторию. Я привез стекло 310 миллиметров. Заказал трубу из оцинковки. Она вот витает, а эта труба. А эту трубу хорошо обклеил, для того, чтобы она не вибрировала. В этой конструкции нет пайки. Здесь хитрый замок. Авторская разработка изобретателя Горбенко. Башня вращается на специальных подшипниках, а вскоре она будет перемещаться по велению электроники. У него еще много планов. В свои-то 87. Каждый раз, смотря на звезды, он просит для других. Астроном мечтает прийти в большой самарский планетарий и разделить свой восторг сотнями любителей смотреть в небо. А у самарских фонтанов в последний день сентября официально завершился сезон работы. В октябре в фонтанах спустят воду и начнут готовить их к консервации. В этом году в Самаре работало больше 30 фонтанов на Самарской площади, на бульваре по улице Старая Загора, на пересечении улицы Осипенко и проспекте Ленина, на набережной и почти во всех парках и скверах. Ну что ж, будем ждать лето 2017-го. До новых встреч, городские фонтаны. Это все, о чем успели вам рассказать. Я прощаюсь с вами до завтра. Увидимся в эфире и на официальном сайте телерадиокомпании «Губерния». Всего доброго. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова